Но тут веселиться не о чем. Две тяжелых новости про детей. Итак, опять же, из Вести А.ру пишет, больше половины детей в мире являются жертвами разных видов насилия. Вот я долго думал, что нас так Господь долго терпит, и этот весь мир еще не сжег напалмом. Как по пророчеству, первый мир погибнет от воды, а второй от огня. Это древнейшее пророчество всех религий. Значит, за что? И вот уже больше половины детей в мире подвергаются насилию. Я думаю, что мы еще дойдем до того, что две трети детей в мире насилию подвергаться начнут. И уже тогда точно Господь терпеть не станет. Значит, по опросам. Свыше половины детей в мире ежегодно страдают от насилия в разных формах. Это следует из статьи главы Всемирной организации здравоохранения. Больше половины. А также исполнительного директора ЮНИСЕФ и спецпредставителя Генсека ООН. То есть три организации говорят, что у них свои там данные, опросы, свидетельства, что свыше половины детей в мире ежегодно страдают от насилия в разных формах. Речь идет о любых видах насилия. От жестокой пощечины, равнодушия, травли в интернете до сексуального насилия и ужаса войны. А вы знаете, 55 войн сейчас идет на земле одномоментно. Это тоже данные ООН. И цитата. «Это статистика свидетельствует от нашей коллективной неспособности защитить самых уязвимых граждан». Написано в статье. Конечно, к сожалению, это правда. Но запас у нас еще есть. Мы еще не так упали. Больше половины, но, слава богу, еще не 75%. Иначе эти слезы детские возобьют, как это в Газе делается, в Ливане и на других континентах, в других странах. Что вы думаете по этому поводу? Правильны ли эти высказывания Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ и Генсека ООН, спецпредставителя по детям? Ваше мнение? Ставьте лайки, подписывайтесь, распространяйте это видео. Идем дальше. Следующая новость. И жду на приеме, не забывайте. И следующая новость. У меня просто волосы от нее дымом. Она прошла вчера, сегодня ее все комментируют в мире. Про Ирак. Идем дальше.